Ну вот, мы опять-таки куда-то едем. Куда мы едем? Ой, я что-то забыла. А куда мы едем? Я что-то забыла. В Абхазию? По-моему, да. В Абхазию? Да. Не, нахуй, все. В Новый Афон. Ед разве? В Новый Афон? Мегафон, ебтой блядь. Летим. Летим, да, едем, летим. Мы едем в Истамбул. Истамбул, Константинополь, Истамбул, Константинополь. Так, ну, я знаю, что мы сейчас возьмем. В Стамбуле алкоголь очень дорогой. Очень дорогой алкоголь в Стамбуле. Ну, в принципе, вот, наверное, Мартель XXO. Да, в принципе, нам по цене подходит. Какой подарок? Сами будем пить. Ну, что? Пусть так будет. Я еще вот, наверное, Чиваса возьму. Очень Чиваса уважаю. Чива-Чива? Чива-Чива. Чивала. Чиваса ты возьмешь? Чиваса я возьму. Восемнадцатилетняя? Нет, 25 лет, смотри. Нормально. Ё-мо-мо. Мы его же пьем, ну, каждый месяц покупаем, как бы, да. Каждый день. Каждый день. Ну, Алена, каждый день, ну, я не знаю, что ты покупаешь каждый день. Я покупаю его каждый месяц. Ну, возьмем Чиваса и все делать. Чивас, так Чивас. Ну, сейчас. Так, ну, что, берем вот этот, да? Ну, нож не с витрины, ты коробочку тогда возьму. Ну, коробочку возьму, да. Ну, нормально, да? Да. Все, бери, пошли. Мы уже опаздываем. Забирай, забирай, забирай. Тяжелка, блин. Мне тяжело, она очень тяжелая. Какие у вас аргументы? Шоколад, Аленка, ремьянные щечки. Это тресняк. ...to hold children by the hand. Be attentive and careful on the stairs. Have a nice day. We'll be glad to see you again. А зачем я все это снимаю? То, что я первый раз лечу в самолете, в котором нет оручих детей. Это потрясающе. Алена. Ален. 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 Ну, в общем, мы в аэропорту Стамбула. Идем за багажом. Такой немаленький аэропорт он там лежит. Вот такие вот запутанные ряды в аэропорту Стамбула. Ну, чтобы здесь пройти к паспортному контролю, нужно изрядно походить по лабиринту. Ален, помнишь, как это? Трое в лодке, не считая собаки. А вот понтик, мы уже здесь ходили. У нас почему-то не включился интернет. Приехали в центр Истамбула. Автобус нас обещал отвезти до султана Ахмета, но... Но не привез нас султан Ахмед. Намочил нам чемодан, да. Мало того, у нас нихуя не работает интернет еврожомник. Я не знаю, почему, но факт он, что мы без интернета. Вот там, я вижу, Турксел находится. Сейчас пойдем туда покупать турецкие сим-карты. И еще идет дождь. Привет, Стамбул. Ну и ничего, будем бороться. Вот эти добрые люди помогли мне с интернетом, потому что у меня полная жопа была. Привет. Спасибо, ребят. Выручили, очень здорово. Ален, у тебя смотри, фонарик светится. У тебя живот светится, Ален, посмотри. Ну, вообще здорово, когда такие приключения. Мы купили сим-карту и вот зашли в очень колоритное такое турецкое кафе выпить кофе. Есть только свои. Туристов здесь нету. Все очень аутентично. Вот человек Монклер. Оригинал. Вот здесь мы сейчас приобретем, наверное, Стамбул-карт. Или в автомате, или где еще. Слушай, потрясающе, что сейчас коллеги только что подошли два мужика, когда мы спускались в такой очень крутой подземный переход. Схватили чемодан. Я думал, что они будут с нее деньги помогать. А они просто сказали, донесли. Объяснили, как и тихо, да. И ушли. Ничего не попросили. Я просто... Я удивляюсь как бы просто этим людям. Приобрели из Стамбул-карт. И вот есть у метро Аксарай вот такой специальный ларечек, где люди сидят и эти карты по хескот заносят. Ну, это все оправдано. Сейчас нужно будет каким-то образом положить на нее деньги. Ну, что? Мы счастливые обладатели Стамбул-карт. Вроде как разобрались. Ну, все, теперь поедем в отель, скорее всего. Что-то у меня какое-то сомнение есть. Когда вторую десятку ты клал, сначала двадцатку, потом десятку. Но что-то на разные такие-то считали. Развей сомнения. А вот это знаменитые стамбульские бублики. Очень вкусно. Я потом куплю, сейчас мы едем. Всех вот этих переживаний мне жутко захотелось жрать. Вот мы зашли в такую кебабню. Очень вкусненько здесь, сытненько, рыбка. Ну, сейчас возьмем всякой еды. Сидят только местные. Вот, обратите внимание, только местные сидят. И Алена. Опять в телефоне сидит. Идя по улице Стамбула, я обнаружил своего коллегу, тоже, который давит в кале апельсиновый и гранатовый сок. Вот я тем же самым дома занимаюсь. Профессионал, что. Навык такой. Попьем у него обязательно сейчас сок. Вкусненько. За прекрасный обед я заплатил 62 турецкие лиры, 550 рублей. Тут я... Тут даже не даем. Вот. Это остановка трамвая. Чтобы сюда войти, нужно пройти по Истамбулкар. Вот трамвай подходит, сейчас поедем. трамвайчик-то и один сели. Едем сейчас Султан Ахмед. Мороду, конечно, битком, но что делать? Мы заселяемся в наш отель. Такой вот он с Валиде Султан. Вот сидит моя Валиде Султан. Момент. Сейчас сэр идет, да. Этикварная посуда. Вот мой френд. Как тебя зовут? Пинец проблемки. Как тебя зовут? Нейм? Измаил. Измаил? А. Константин. Сейчас перестраиваем. И номер 303. Как всегда, обзор... Ох, какой огромный, хороший номер. Но, к сожалению, он не съедал в Новосфор, но все очень приятно и мне все нравится. Вот. Слушайте, ну, 40 евро с завтраками с видом на Босфор. Даже есть балкончик для Алены покурить. Все нормально. Все. Принято. Принято. Константин. Видишь, Константин поставил вот такой обелиск. вот его разрыли. Открыли основу. Алены. Алены. И вот это называется змеиная колонна. Она очень древняя, даже более древняя, чем вот обелис Константина, который ты сейчас снимал. Константин самый древний. Ее отлили из военных трофеев, доставшихся грекам после победы над Персой. Нет, древняя Константина не может быть. Понятно. А это что впереди у нас? Впереди у нас называется обелис Феодосия. Так. Представляет собой четырехгранный монолит из розового гранита. Частенько его, кстати, называют египетским. Почему? Изначально он являлся частью великого храма Фиевых. Возвел его в 1460 году до нашей эры фараон Тутмос III, как символ своих славных побед. Мне почему-то кажется, что... Обелиск был вдвое выше, достигая 37 метров в высоту. Сейчас вот он укоротился. Мне кажется, что Тутмос III устроил, а не III. Короче, в результате транспортировки из Египта, вот эта вот колонна раскололась пополам, и установили только одну из них. Охренеть! Походы верхняя. У меня, видимо, была потеряна. Длинный столик. Вообще, эта площадь, это бывший ипподром. А сейчас называется площадь Султан Ахмед. Ну, вот Левилия, там, короче, будет музей исламского искусства. Наверное, это не очень нам интересно. Вот впереди вот этот вот немецкий фонтан. Пошли на немецкий фонтан. Это каштаны, наверное, да? Смотри, какие яки. Это каштаны. Да, жарят каштаны и кукуруза. Это фонтан, который подарил Стамбулу кайзер. Мы с пупсиком идем в Голубую мечеть. К сожалению, она вся в лесах, ну, что-то мы, наверное... Когда идет намаз, мечеть закрыта для посетителей. После намаза мы туда войдем. Потом пойдем в Айа-Софию Великую. Перед тем, как войти... Перед тем, как войти... Голубую мечеть. Нужно снять обувь. Мы обувь сняли. Нас ждало разочарование, потому что вот эта вся голубая мечеть, она находится в целиком на реставрации. Вот это все, что мы увидели. Немножечко витражей. Это все. Ну, вот здесь как-то более хорошо видно голубую мечеть, хотя бы верхушечки. И это хамам Хюрем-Султан, как я понимаю, исходя из гугл-карт. Ой, это мавзолей. Красивейший. Султан Ахмет. Я думал, что это перепутал чуть-чуть. Ну, вот здесь похоронены Султану и их дети. Вот такая крохотища. Еще немножечко с другого ракурса. Шикарнейшая, красивейшая роспись. Ален, где мне труд? По 10 раз. А что делать? Ты в Стамбуле. А вот это здание, вот, немножечко я ошибся географически. Вот это Хасюки-Хюрем-Султан баничка. Вот. Хамам. Ну, и вот видно Айя Софию. На фонтан. На голубую мещу чуть-чуть. Вот еще офигенный видок. Фонтан Султана Ахмета на фоне Айя Софии. И вот здесь вход в дворе Стоп-Копы. Ну, это уже завтрашний день. Вот крепостная стена. И где-то там пупсик. Вот пупсик там идет. Да сейчас он тебе. Ага. Он не пойдет. Он на кис-кис не откликается. Кошки-священные животные в Стамбуле. Вот, кстати, номер один. Видишь, куда он приезжал? Мы тоже в Стамбуле на Кабаха в этом нехали. Да. И вышли черт знает где-то. Могли выйти вот здесь. Да. Твое впечатление о Стамбуле? Мне нравится. Нравится тебе? Ну, хорошо. Это великий христианский храм, который превратили в мечеть. Все в этом мире меняется. Правительство, религия, убеждения. Все, что осталось от христианского мира в этом городе. И вот я вхожу в великую Айя-Софию. Айя-Софию. Христианского мира Айя-Софию. он. Он, 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 он. Великария, Христианского мира Никакая мечеть не изменит великий храм. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь у нас «Симон» Это кофейный прибор «Симон» Здесь готовили еду «Симон» 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 «Симон»